Армия Башара Асада возобновила наступление на Алеппо. Правительственные войска надеются отбить у оппозиции второй по величине город Сирии. Там может произойти настоящая бойня, опасаются США и Турция. Сирийская проправительственная пресса предрекает скорое начало матери всех битв. Последняя информация о событиях в Арабской республике у Михаила Варзалашвили. Падение правительства Башара Асада является лишь вопросом времени. Об этом заявляет бывший глава миссии наблюдателей ООН в Сирии генерал Роберт Муд. В то же время Муд, покинувший Сирию на прошлой неделе, считает, что падение режима Асада не обязательно приведет к прекращению 16-месячного конфликта. Невозможно представить будущую Сирию, где у власти все еще находится нынешний режим. Мы видим, что в последнее время все больше солдат из войск Асада переходит на сторону оппозиции. Я думаю, что это свидетельствует о том, что режим Асада скоро падет. Тем временем правительственные войска Сирии возобновили наступление на Алеппо, крупнейший город на севере страны. Соединенные Штаты выражают опасение, что сирийские правительственные войска готовятся устроить бойню в этом городе. Проправительственная пресса уже пишет, что вскоре начнется «мать всех битв». Ситуацию вокруг Сирии накануне обсудили премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и его турецкий коллега Реджеп Таип Эрдуган, находящийся в Лондоне. Глава правительства Турции заявила необходимости принятия международных мер в связи с ситуацией вокруг сирийского города Алеппо. «В Алеппо происходит наращивание сил и есть последние заявления в отношении использования оружия массового уничтожения. Мы не можем оставаться наблюдателями и зрителями. Требуется принятие шагов совместного с Советом Безопасности ООН, Организацией Исламской Конференции и Лигой Арабских Государств. И мы должны работать вместе, чтобы попытаться преодолеть ситуацию». Тем временем Польша эвакуировала своих дипломатов из Дамаска. Это сделано в связи с резким обострением обстановки в стране. В последние полгода поляки представляли Сирии и интересы США, чье посольство было эвакуировано еще несколько месяцев назад.